Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу рассказать вам о фаворитах 2015 года и я решила снимать отдельно уходовую косметику и отдельно декоративную. Вначале решила показать уходовую косметику, все, что я любила в этом году для лица, для волос, для тела и так далее. Поэтому, если вам интересна данная тема, то приглашаю вас в просмотр. Я начну, не затягивая видео. Это два моих любимых средства по уходу за лицом. Я уже рассказывала о них в пустых баночках, и поэтому не буду долго распространяться. Это бипонтен, уже кончается у меня второй тюбик. Пора делать запасы и покупать третий. И регицин. Вот сейчас я активно пользуюсь регицином, так как я на каникулах не часто выхожу на улицу. Вообще сейчас такая погода ветреная, что один раз ходишь, и все уже, лицо просто сохнет ужасно. На ночь я использую регицин для улучшения состояния своей кожи. В общем, это против угревой сыпи, и мне он отчасти так помогает. Поэтому эти два крема и гель, крем бипонтен и гель регицин, в моей просто косметичке обязательно должны быть. И вот без них, конечно же, мой уход просто немыслим. Далее покажу средство для глаз. Это вот такой тюбик с гиалуроновой кислотой. Сейчас не могу назвать марку, потому что здесь все потерлось. Под видео обязательно подпишу. Казалось мне сначала, что это бесполезная вещица такая, но на самом деле этот ролик вокруг глаз, он замечательно, на мой взгляд, избавляет от каких-то припухлостей под глазами. Не советую наносить его просто без крема, потому что это средство, оно все-таки как-то подсушивает области вокруг глаз. И, конечно же, до меня это дошло несколько позднее, но на него очень хорошо, на вот этот, так сказать, гель, ну, в общем, консистенция у него как водичка. На него хорошо ложится крем для глаз, он хорошо впитывается. В общем, гиалуроновая кислота обеспечивает такое активное болепроникновение. Вот это средство я активно использовала, но, тем не менее, у меня еще половина пузырька, потому что нерегулярно я, к сожалению, прибегаю к таким продуктам. Лишний раз забываю нанести крем под глаза или тот же самый вот этот гель с гиалуроновой кислотой. Далее, опять же, для лица, но уже очищающее средство. Это пенка антикупероз, не знаю, уже сбилась с счету какая-то упаковка. Пенка для умывания, нейтральный ПАЖ, деликатно очищает, снимает покраснение. Ну, насчет снятия покраснения, это вряд ли, но, тем не менее, она не раздражает кожу, очень мягко очищает. Чувствительная кожа – это хорошее средство, и поэтому я люблю ее умываться, и вообще поняла, что для меня лучше пенка, чем гель, поэтому рука тянется, безусловно, к данному продукту, и вообще советую присмотреться. Я для очищения покажу мицеллярку от Гарнинер, конечно же, она всем известна. Это у меня уже второй бутылек, и на запас я купила мицеллярку Гарнинер, но не розовую, а в зеленой упаковке, потому что этого уже не было. Прекрасно просто очищает макияж, я без нее не обхожусь, и больше я не собираюсь ничего использовать для снятия макияжа, и пробовать даже не собираюсь, потому что, на мой взгляд, это самый, так сказать, бюджетный, эффективный и качественный продукт. Долго я, конечно же, противилась и не покупала ее, и я пользовалась молочком от Ифраше, который мне приходил в подарок, поэтому надо было его, конечно же, израслодовать. В принципе, неплохо. Но потом, когда встал вопрос, что же дальше купить для снятия макияжа, я все-таки приобрела эту мицеллярную воду, и ни капельки не пожалела, и поняла, что насчет нее не было никакой такой рекламы, это чистая правда, хороший качественный продукт. За 2015 год я познакомилась с корейской косметикой, и теперь я активно пробую разные продукты. Одним из лучших продуктов, открытием для меня в корейской косметике, стали пилинги-скатки. Обычные пилинги, они не дают мне такого эффекта и такого удовольствия, как пилинг-скатка. Вообще, я считаю, это суперпродукт, и вот у меня две пилинг-скатки, и скоро у меня появится еще одна, и вот Тони Молли практически заканчивается. Самая бюджетная, как мне кажется, пилинг-скатка, и тут объем большой. Вот другая, это японская пилинг-скатка с БХ и Ахаки Сотом. Я снимала видео про этот заказ, поэтому более подробно я расскажу там. Про эту пилинг-скатку я тоже уже говорила в своих корейских, так сказать, новиночках. Это первая была, которую я решила попробовать, и, в общем-то, с нее все и пошло. Я теперь в каждой корейской марке обращаю внимание именно на пилинг-скатки, и это первое, что я советую вам попробовать, если вы еще не начали свое знакомство с корейской косметикой. Дальше покажу продукты по уходу за волосами. Я долгое время пользовалась шампуньями Эйва, но потом как-то перестала заказывать, и думала, какой же шампунь мне подойдет. В 2015 году я нашла для себя суперидеальный подходящий шампунь. Много уже раз показывала его в пустых баночках, но вот этот с новым дизайном такой, с любовью в день матери, именно дизайн такой матрешка. И это шампунь Шаума, свежесть хлопка, шампунь до 48 часов свежести. Я советую его для жирных волос, без силикона, кстати, для жирности волос. Просто идеальный шампунь, и мне он нравится, и запах, и вообще, как он промывает волосы, как он за ним ухаживает. Ну, в принципе, ухода тут особо можно и не ждать. Но долго волосы остаются свежие. Это действительно из всей линейки Шаума мой любимый шампунь. Поэтому я сейчас чередую либо чистолиния, либо вот этот Шаума шампунь. Очень классный, мне нравится. Поэтому у кого жирные волосы, и кто хочет перейти на более редкое, еще волос, чтобы они не особо портились, то советую присмотреться к этому шампуню. Продукт по уходу за волосами. Не удивляйтесь, это, да, фаворит этого года, хотя уже давно в Эйвене нет этой штучки. Бальзам, поддерживающий форму прически эффекта лотоса. Сейчас он уже снят с продажи. Вот такой оранжевый тюбик. Почему именно в этом году? Потому что он у меня просто лежал. Я им пользовалась пару раз, когда делала фото на паспорт, чтобы волосы хорошо лежали. Я пользовалась во время термоукладки вот этим бальзамом. И так как он для термоукладки, именно для поддержания формы прически, я его как-то отложила в сторону и не пользовалась. Но потом я решила, что он у меня будет лежать. Я буду просто после мытья волос вместо масла наносить его на, так сказать, на кончик и чуть выше. И, в общем, мне понравился эффект от него. Волосы, они легче, во-первых, расчесываются, они не спутываются и лежат очень красиво и аккуратно. В общем, сначала я расчесываю влажные волосы расческой и потом наношу вот этот бальзам. И как я и расчесала прямые, то есть они так и остаются. Как сказать, и уход одновременно, потому что у него такая масляная консистенция, и одновременно для укладки. В общем, это средство я сейчас использую и перейду уже, потом буду использовать масло свое любимое, которое тоже недавно заказала. О нем будет в видео в закате. И дальше, что осталось, я покажу витамины. Суправита, это мультиактив, витамины, покупаю их в Ашане. И вот этот год я только их и покупала. Раньше я пробовала разные марки, но теперь с ликопином, вот эти, кстати, оптимальный баланс для активной жизни. Такие витаминки я их постоянно пью, один раз в день. И перерывы там бывают, но в основном я не делаю перерывы, потому что это и вкусненько, и приятно, как напиток такой. Почему бы и нет? И дальше, последний, надеюсь, на сегодня фаворит по уходу. По уходу это маски, именно тканевые маски. Вот у меня заканчивается уже Japan Girls, Vienn Vento масочки у меня тоже есть, две, одна с гранатом, другая с имбирем. Заказывала с Алиэкспресс, тоже две маски у меня остались. И вот тут Vienn Vento для глаз. И вот, в общем, все. Надо еще мне заказать несколько масок, потому что еще манюфектори тканевые маски, но они не тканевые, они гидрогелевые. Вот они вообще супер. Наверное, попробую еще других марк корейских гидрогелевые маски. Хочу заказать Элимина. Тканевые маски в этом году, в 2015-м, стали для меня самым, что ни на есть, мастхевым по уходу за лицом. Конечно же, они ничего такого сверхъестественного не действуют, но, например, вот эти маски с фруктовыми кислотами от Japan Girls, они нужны мне для увлажнения кожи. Когда у меня лицо сухое, я наношу эту маску, сижу, когда она полностью уже высохнет, и лицо увлажненное. Мне очень нравится эффект от них. Правда, мне не нравится то, что они вот в такой целой упаковке. То есть тут пять штук, и есть семь штук даже. Есть пинцет для того, чтобы их вытаскивать, но, поверьте, это очень неудобно. Но, тем не менее, у меня рука тянется к ним, потому что я знаю, какой эффект от них есть. Намного лучше, конечно же, использовать маски каждой в отдельной упаковке, но тут уже вопрос цены, потому что они стоят дороже. Все-таки упаковка как-никак есть. В общем, это было все. Что я вам хотела показать в уходе за собой, мои фавориты года. Это, честно говоря, я собрала самые, что ни на есть фавориты, которыми я буду пользоваться и еще. И забыла вам рассказать про фаворит. Это лосьон «Идеальные бедра» от Ифраше. Я хочу сделать видео о вообще мастхевов Ифраше, самый лучший продукт. В общем, лосьон «Идеальные бедра» это у меня новая упаковка, еще лежит в запасе. Узнала я о нем от Нивеи, и мне очень нравится его эффект, снимает отеки, и в то же время подтягивает кожу, потому что меня заставит использовать какие-то увлажняющие средства для тела. Это просто, ну не знаю, кошмар. Это потому что я верю, что он как-то борется с варикозом. Тут кофейный, зеленый кофе, индийский каштан. Для вен хорошо, и поэтому я пользуюсь им с удовольствием. Вот. Надеюсь, это уже на этот раз все. Действительно. Ну и, конечно же, самый главный фаворит это все-таки вот фаворитик мой самый главный этого года. Ну, если вам интересно было это видео, то дайте мне об этом знать, и я уже подумаю, снимать мне декоративную косметику или нет, но все-таки я хочу снять, и надеюсь, мне хватит на это время и желания. Поэтому всем спасибо за просмотр, до новых встреч, и пока-пока.